Белгородский энергомаш Произошло это из-за ничейного результата в матче с клубом «Рязань», который находится в конце первой десятки участников. Забегая вперед, скажу, что в дальнейшем «Куряне» реабилитировались, а пока попытаемся найти светлый луч в тусклой встрече против «Рязанского клуба». «Авангард» готовился к тому, что соперник проведет игру в обороне. «Рязань» вязала все попытки «Курян» пробиться к воротам. Однако моменты были. Например, Денис Синяев обманул двух защитников, сделал передачу, но мяч, отправленный в штрафную, никого из авангардовцев не нашел. Постарались с первых минут агрессии сыграть агрессивно, сыграть агрессивно вперед. Потом, к сожалению, то ли солнце, то ли какая-то психологическая усталость. Начали больше контролировать мяч, отдавая его поперек, и острота пропала. Пресный характер игры временами пытались разбавить хозяева, но завершение атак вызывало лишь разочарованный ропот трибун. «В первую очередь, наверное, не получилось в атаке. Не смогли забить, моменты были. Нам голы почему-то в этой части чемпионата дается тяжело, если не забиваем, как выиграть. Поэтому это не получилось. Мы ждали, что соперник будет отбиваться, закроется. Пять-семь человек сзади, плюс вратарь восемь. Тяжело, конечно. Но моменты были, надо забивать». Тренер соперников похвалил Курян за поле. Оно, по его словам, одно из лучших в зоне центр и отметил своих игроков. Они задачу выполнили. Отстояли в защите. «В конце матча «Авангард» пошел брать приступом в ворота Рязани, но неудачно. Тренер Курян Игорь Беляев отметил, бороться с такой прочной защитой можно было бы за счет индивидуального мастерства. Но в этой игре оно было не на высоте. «Моя вина не достучалась до игроков, что мы сильны, прежде всего, подготовкой к конкретному сопернику. Нужно, не пустые слова, готовиться выигрывать у ближайшего соперника, а не считать очки, которые можем мы заработать». Как говорится, очки считают после сезона, а выводы надо делать сейчас. Судя по результату последнего тура, а его наша команда провела в Пензе, работу над ошибками футболисты сделали. Победа над местным «Зенитом» вернула Курян на первое место в зоне центр. Поединок прошел с подавляющим преимуществом нашей команды. Уже на 20-й минуте мы были близки к тому, чтобы открыть счет, но мяч после удара угодил в штангу. И все же еще до перерыва «Авангард» распечатал ворота соперников. Константин Павлов забил свой первый гол за Курян. Второй тайм также прошел под скрипку «Белосиних», а за 10 минут до окончания поединка Артур Газданов удвоил преимущество 2-0. «Авангард» вернулся на первое место, но вынужден его делить с московским «Торпедо», которое обыграло белгородский «Энергомаш». Соседи опустились на третье место, но из гонки за лидерство не выбыли. Развязка этого марафона близка. 28 мая «Авангард» на выезде проведет последний матч сезона. Видимо, в Москве в очном противостоянии Курян с торпедовцами и решится судьба путевки в ФНЛ. Тем временем Курская лига массового футбола сыграла пятый тур 8 на 8. Один из самых напряженных матчей – противостояние команд Сбербанка и Фатежа. Первые с начала игры показали свою уверенность в победе, но абсолютного лидерства удержать не смогли. Обе команды в лидерах турнирной таблицы. К победе идут уверенно – 4 тура без поражений. Счет открыли игроки Сбербанка. Уже к середине первого тайма «Белый» и «Зеленый» забили ворота соперника в три мяча. Но еще до большего перерыва Фатеж сократил разрыв до минимума. Промежуточный итог 2-3. Вот вратарь у нас травму получил, заменили. Полевой игрок стал. Не справляемся. Надо сзади отрабатывать. Вперед, чтобы все бежали. Совпадение или нет, но проблемы с вратарем были общими у обеих команд. Азарта и воли к победе это не убавило. На данном этапе у нас как бы вратаря реально нет, а в воротах стоит полевой игрок, потому что вратарь поломался. Второй тайм оказался не менее зрелищным и куда более напряженным. Игроки укрепили защиту. Футболисты Фатежа навязали соперникам борьбу и сравняли счет. Сбербанку до финального свистка так и не удалось забить больше ни одного мяча. Команды разошлись миром 3-3. Проходных игр не бывает. Все игры богаты на эмоции. Все хотят победить. Это нормальное желание в спорте. Все хотят добиваться успехов, забивать красивые мячи. Поэтому здесь у нас каждый матч, можно сказать, такой ключевой. В других матчах пятого тура Тим обыграл Юнайт, это авиавтоматика, Дюсш 4. Леонов разгромил арсенал со счетом 8-1. Альтаир и южная трибуна сыграли в ничью. К другим спортивным новостям. Курский картодром вновь вошел в число лучших в стране. В начале мая обновленная трасса была официально открыта. Реконструкция длилась больше года и теперь мы можем принимать не только российские, но и европейские соревнования. Трасса заметно выросла. Ранее была 980 метров, сегодня 1300. Изменилась и ее конфигурация. От старой остались отдельные участки. Появились новые виражи. Преображение обошлось в 30 миллионов рублей. Сегодня мы можем на нашем картодроме, после его масштабной реконструкции, строительства административного здания, уже сегодня можем проводить соревнования в достаточно высоком уровне. Мэр города, он же глава Курской автомобильной федерации, пообещал подать заявку на проведение европейских соревнований. А пока трассу опробовали участники первенства ЦФО. В классе мини победителем стал москвич Максим Орлов. Парню 9 лет и 5 из них он отдал картингу. Для меня все получилось, соперники были тоже хороши, но как бы соперники чуть-чуть ошиблись и потеряли свой темп, и я их обогнал. Но все-таки под конец меня чуть-чуть догоняли, я отрывался как мог, уезжал от них. У Курян медальный улов небольшой, в числе призеров Владимир Комаров. В его заезде участвовало всего два карта, но без борьбы не обошлось. Правда, противостоять пришлось не сопернику, а технике. Машина сначала плохо себя вела на трассе, она не выезжала из поворотов и напрямую не разгонялась. Сейчас будем разбираться, почему она не ехала. И, в общем, в принципе, причина понятна, но не совсем. Вторым курянином, завершившим гонку серебряной медалью, стал Алексей Смородинов. Картодром готовится к новым соревнованиям и ждет болельщиков. Вход бесплатный. Завершилось первенство России по всестилевому каратэ. Из 20 человек, представлявших Курскую область, 10 поднялись на пьедестал почета. Золото у четырех спортсменов. Еще больше наград привезли борцы с первенства Центрального федерального округа. Наша сборная заняла третье командное место, завоевав 46 наград. Мы встретились с героями прошедших соревнований. Конкуренция на соревнованиях растет с каждым годом. И в грэплинге, и в каратэ отмечают тренеры. Но тем интереснее следить за поединками. Первенство России получилось зрелищным. Это спортсмены, которые занимаются уже несколько лет. В прошлом году они уже становились у нас призерами и победителями первенства России. То есть это уже такой сбитый состав, которые четко знали, к чему они идут. Конечно, в золото. Пришлось, так сказать, действительно подраться и где-то там по лбу получили, мягко сказать. У Александра Волобуева за спиной большой путь в каратэ. В этом виде спорта он почти 10 лет. В прошлом году уже становился сильнейшим в России. На недавних соревнованиях провел три поединка. Первый соперник сразу преподнес сюрпризы. Он был в плане борьбы очень сильный. Было достаточно вначале сложно, потому что были неожиданные входы в ноги, броски были достаточно неожиданные. Но потом подбор правильной тактики, держать дистанцию, не пропускать его в ноги. Ну, как бы закончились победы мои. О финальном поединке Александр выиграл единогласным решением судей. Впереди небольшой перерыв и новые соревнования. Победители первенства поедут на Всероссийскую Олимпиаду школьников, которая пройдет осенью в Сочи. Старшие товарищи готовятся к чемпионату страны. Он стартует уже 22 мая. А это спортзал КГУ. Тренировка по грепплингу. Сборная региона только вернулась с зональных соревнований. Ездили 52 человека. Привезли 46 медалей. Из них 14 высшей пробы. Удивили, конечно, как всегда у нас девушки, которые не так долго занимаются, но показывают хорошие результаты. У нас Зубкова Дарья, она у нас слабослышащая. И она выиграла две свадки досрочно. То есть и в первый день, и во второй, заняв две золотые медали. У Ивана Потуркина что ни поединок, то триллер. Первую схватку выиграл удушающим приемом. А во второй потрепал нервы. Мог остаться и без путевки в финал. Когда мне начали проводить болевой прием, так сказать, на долю секунды были сомнения. Я думал, что вот-вот он его доделает, и я не попаду в финал. Но, как говорится, сила в духе. Правильно. Я сжал зубы, стиснув зубы, я терпел. И у него ничего не вышло. Далее я его сбросил с себя и выиграл уже по баллу. В финале не хватило техники, говорит Иван. Соперник по праву выиграл золото. Время исправить ошибки есть. Сейчас куряне готовятся к первенству России и фестивалю единоборств. А теперь вспоминаем детство. Как мы делали подножки, устраивая борьбу на улицах. Освежим полезный опыт с нашим наставником Алексеем Зацепиным. Здравствуйте, уважаемые телезрители. С вами Зацепин Алексей, Расмамедов, мой друг и призер Кубка страны по конкретиону. Сегодня мы покажем вам ряд приемов, упражнений, которые помогут вам за себя постоять и за своих близких. Мы скомбинируем сегодня удары локтями, удары коленями и бросок. Которые делают очень часто дети, которые вообще не занимаются. Они делают его непроизвольно. Это задняя подножка. Наверное, вот так вот встанет. Выглядит это следующим образом. То есть какая-то нога стоит у человека всегда впереди. То есть ровно стоящих людей не бывает практически. Все равно чуть-чуть какая-то одна нога, либо левая, либо правая, она всегда чуть-чуть впереди. А сама задняя подножка выглядит тут так. То есть просто берем и подходим к человеку и валим его. То есть ногой под переднюю ногу и как бы подбиваем его своей ногой, своей ногой ближайшей. То есть вот в линию, да. То есть вот получается левая моя нога подбивает его, левую ногу. То есть подбивая, вот я его как бы валю еще, держу за шею и за руку параллельно. То есть вот как бы вхожу и сразу валю. Вот так вот, да. Вот так это выглядит. Еще раз повторим. То есть вот он стоит или вытягивает ко мне руку, даю руку. Прижимаю, беру шею, как бы туда шагаю, вот так вот провожаю туда. Такой простой довольно бросок. Ничего сложного нет. И можем его, конечно, скомбинировать с тем, что мы уже умеем. Или с тем, что не требует каких-то серьезного какого-то мастерства и навыка. Это удар локтем и удар коленом. То есть выглядит это, допустим, следующим образом. То есть пробиваю удар локтем боковой. Сразу пробиваю коленом тут же в корпус. И туда же его бросаю. Вот такая комбинация несложная. Еще раз. Две, да? Да. То есть вот. Раз, два и три. Вот. Вот такая нехитрая комбинация. Поможет вам на себя постоять. Всем здоровья. Берегите себя. До новых встреч. Я вам желаю крепко стоять на ногах. И помните, побеждает не тот, кто падает, а тот, кто поднимается. Удачи и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok